В этом видео Акстара погрузят в настоящий гипноз, и мы узнаем, может ли он повлиять на мозг человека, и как это отразится на его навыках игры на гитаре. Вжарит Паша или не вжарит? Будет очень интересно. Погнали! Всем привет, это канал Акстар, и сегодня довольно необычное видео. В общем, Валя Фокин подбил меня на такой эксперимент. Сегодня гипнотизер будет вводить меня в транс, и мы будем проверять, как будет ли этот транс влиять на мою игру на гитаре. Может, я вообще разучусь сегодня играть или типа того. Но на самом деле я отношусь к гипнозу очень скептически, я вообще в это не верю. Сегодня проверим вообще, будет ли это работать все на мне. Напиши в комментарии, веришь ли ты вообще в гипноз и как ты к этому относишься. А также не забудь поставить лайк перед просмотром этого видео, подписаться на канал, если ты не подписан. Приятного просмотра! Ну а для чистоты эксперимента я вам сейчас продемонстрирую три произведения, над которыми мы и будем проводить различные тесты. Это будут три разнохарактерных фрагмента. Вот, сейчас я покажу. Эх. Итак, первый фрагмент. Второй фрагмент это уже будет с использованием перкуссии, песня «Юность». Ну и третий фрагмент это «Рекем по мечте». Там очень много работы с правой рукой. «Рекем по мечте» Ну а сейчас посмотрим, как это будет все звучать под гипнозом. Возвращайся. 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 Слышишь? Возвращайся. Слышишь? Возвращайся. 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 Согни в локтях. Возвращайся. 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 друг другу все ближе ближе и ближе с каждым вдохом с каждым выдохом возникает магнитная сила которая притягивает их все ближе ближе и ближе к бы вы не сопротивлялись самое главное не надо сопротивляться будет происходить само по себе а это крема это работает как какое-то само внушение то что они реальным магнит совершенно верно это работает исключительно как механизма само внушение весь гипноста есть сама внушить чтобы вы понимали я не приказывать своим пальцем соприкоснуться они просто я смотрю на них они сами двигаются друг другу следующий очень классный тест вытяни руки перед собой правой ладони вверх вы тоже за нами повторяйте закрываем глаза и задача представить что на правой руке находится например арбуз а клев руки привязана связка из десятка легких воздушных шариков лев рука медленно начинает подниматься вверх а правая по тяжести медленно медленно опускается вниз левая рука легкая воздушно право по тяжести медленно медленно идет вниз чем тяжелее правой тем легче левая и наоборот чем тяжелее право тем легче становится левая левая легче поднимается выше и выше а правая медленно медленно идет вниз сама гана представить что в своем воображении И правая рука продолжает медленно, становится более тяжелой опускаться вниз. А левая более легкая, воздушная, продолжает подниматься вверх. Все выше, выше и выше. Правая медленно опускается вниз, а левая выше, выше и выше. Отлично. Правая медленно опускается, а левая поднимается. Зафиксировали руки в этом положении. Открываем глаза, посмотрите. Да, ты гипнабельный, но я не скажу 100%, что ты... Честно говоря, я думал, они на одном уровне находятся. Не в весомости такой, а правая, как будто реально что-то давила вниз. Да, так работают механизмы нашего мозга. То, что мы представляем, то мы и ощущаем. Сейчас пройдем еще один классный тест. Сделал так руки. Так, левую руку. Вы тоже за нами повторяйте. Левую руку тягиваешь перед собой. Закрой вот так в замок. И посмотри на костяшку вот указательного пальца. И начни сжимать кулак со всей силы. Максимально сильно его сжимаешь. Сильнее, сильнее и сильнее. Заметьте, как это напряжение перетекает в запястье, как оно перетекает в локоть. Как оно перетекает в плечо. Вы тоже это ощущаете. Представьте, что вся рука стала твердой, стальной, несгибаемой до такой степени. Чем сильнее пытаетесь ее согнуть, тем тверже она становится. Пытаетесь ее согнуть, она становится тверже. Тверже и тверже. Чем сильнее пытаетесь ее согнуть, тем тверже она становится. Пытаетесь ее огнуть еще сильнее. Но чем сильнее пытаешься согнуть, тем тверже она становится. Опиши, что ты сейчас чувствовал. Ну, в общем, когда очень сильно напрягаешь руку, ты понимаешь, что ты можешь ее согнуть, но в то же время что-то тебя останавливает, и она просто напрягается, и как будто не гнется. Да, вот напишите обязательно вы в комментариях, что вы ощутили прямо сейчас. Ребята, попробуйте тоже. Этот феномен называется каталепсия, когда человек не может пошевелить тем или иным участком тела, рукой, ногой, неважно. Я думаю, на этом феномене мы с тобой сегодня и сыграем, потому что я вижу, ты не гипергипнабельный, но кое-что с тобой интересненькое мы сейчас сделаем. Могу сказать, что Паше не очень большой уровень гипнабельности, потому что у нас до этого уже были съемки с гипнозом. Времени тогда с ним провел час-полтора, чтобы хоть что-то продемонстрировать. И сейчас, я думаю, то же самое будет. Поэтому мы сейчас уйдем с ним на час-полтора. Я его буду погружать на нужный уровень гипнабельности. Мы здесь будем? Да, 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 здесь. Вообще, по поводу входа вот в это состояние гипноза, первые минут 5-10 кажется, что это просто какая-то фигня. То есть ты лежишь с закрытыми глазами, и тебе это все по приколу. И проходит какое-то время, ты начинаешь реально верить в то, что тебе говорит голос. Все больше ты в таком состоянии какого-то полета, как будто ты вылетел из тела. И это реально очень пугает и очень прикольно одновременно. В общем, перед съемками этого видео меня уже пытались вводить в состояние гипноза, чтобы проверить, вообще, стоит ли снимать это видео или нет. Потому что есть люди, на которых гипноз вообще не действует. И опять же, гипноз это не какая-то магия, а просто самовнушение. Касаемо процента гипнабельных и негипнабельных людей, гипнабельных порядка 30-35%. Паша под них не совсем подпадает, поэтому пришлось с ним долго работать. Ну и даже это долгое время работы не всегда гарантирует прямо идеального мощного гипноза, как, возможно, вы видели в каких-то других роликах. Все это, чтобы было удобно, можешь откинуться на спинку кресла, на спинку дивана и просто займи удобное положение и расслабься. Переключи фокус внимания на свое дыхание, замечай. Да, каждый вдох и каждый выдох, замечай как. Самые жесткие вещи работают когда-то именно в этом состоянии гипноза. Именно поэтому я хотел, чтобы все было супер натурально, и меня вводили в этот гипноз около часа. Естественно, я не буду вставлять все это в ролик, и вы сейчас видите все в ускоренном варианте. Мне кажется, что из моего лица можно делать разные мематики. Расслабление в каждой мышце. И вот спустя час погружения в гипноз, пришло время узнать, может ли повлиять гипноз на игру на гитаре. Кстати, для меня этот час прошел как минут 10, и я очень удивился, когда узнал, что прошел час. Вдох, откроешь свои глаза, окажешься в настоящем моменте, но все еще немного оставаясь в этом самом состоянии. Кривые глаза как самочувствие. Очень расслабленное. Ну что, переходим к самому интересному. Ну, для начала просто вот вытяни вперед вот так левую руку и посмотри на свои пальцы. Вытяни их в разные стороны. Заметь, как они растопыриваются в разные стороны. Замечай, как сгибается. Большой палец. Указательный. Безымянный. Средний. Мизинец. Замечай, как руки напрягаются все сильнее, сильнее и сильнее. Напрягается твоя рука до такой степени, что уже двигать ей практически нереально. Пальцы задеревенели, остановились в этом положении. И твоя задача сейчас вот сыграть свою первую композицию. Можешь сесть. Вот то, что ты играл первую композицию, сыграю сейчас. Я не знаю, как. Ну, в смысле, да? У меня здесь будто... Я сейчас отсматриваю материал, и я знаю, что это выглядит крайне неправдоподобно. Если бы там сидел другой человек, и я смотрел это видео, я бы сто процентов не поверил. Но там был я, и это работает. Не, ну это просто очень странно, нереально вообще играть. То есть я чувствую пальцы, но они просто будто не двигаются, и это очень странное ощущение. Дай сюда. Посмотри вот в центр ладони. Посмотри просто в центр ладони. И замечаешь, как постепенно, постепенно пальцы расслабляются, рука приноходит в свою норму. Как грохнется вниз и станет обычной, такой, как и раньше. И это работает именно в состоянии гипноза. То есть иногда бывает, что ты, как бы, выключаешься из этого состояния, и все это, естественно, на тебе не работает. И поэтому между тестом мы опять и опять погружали в гипноз, и съемки заняли более 8 часов. А пошевели пальцами, как они сейчас ощущаются? Все еще болит рука, здесь все затекло, и как будто не такие подвижные. А сыграть тоже самое? Так. У меня такое бывает ощущение, когда я очень долго играю, переигрываю руку, то есть, и чувствую это вот напряжение, и это очень необычно. Просто оно возникает после нескольких часов игры. Вообще, они, на самом деле, еще как будто достались такими малоподвижными. Достаточный эффект, да, такой замечается? Да. А они вернутся вообще? Не переживай, ляжешь спать, и на следующий день будет все просто офигенно. Переходим к следующему эксперименту. Вы знали, что можно буквально за несколько секунд парализовать свои пальцы? Вы можете повторять за нами, сделаю такой безымянный палец. И смотри, он стал парализованный. Это что-то невероятное. Ладно, это шутка. Да у нас тут похожий какой-то шутник. А посмотри на свои руки и заметь, что как расслаблен твой безымянный палец, так же расслаблен мизинец, средний, большой. И теперь в этом состоянии ты должен сыграть вторую композицию. Держи. Такие моменты становятся реально страшно. То есть я знаю, как шевелить пальцами, какие усилия прилагать, как ими двигать, но они все равно работают не так, как надо. Они какие-то слабые, ватные. Я просто в шоке был, реально. Это очень необычно. Так непривычно ощущать, что я не могу играть то, что я всегда играл. Пальцы просто очень слабые, как будто, я не знаю, не ел три дня. Это состояние можно сравнить с тем, как если вас посреди ночи резко разбудят, накроют одеялом и скажут, что потолок падает, вы в это поверите, испугаетесь. Или попросят срочно спрятаться в шкафу, и вы только в шкафу подумаете, что? Сейчас будет кое-что еще более интересное. Вытяните такой перед собой. И просто заметь, как потряси своими кистями. И заметь, как руки возвращаются в обычное состояние. Так, можешь потрясти. Расслабь, расслабь, расслабь. Можешь сжать кулаки со всей силы. Сожми. И на счет три резко-резко расправь пальцы. Раз, два, три. Как сейчас руки ощущаются? Ну, немножко подвижнее, но все равно, как будто, вот эта слабость осталась небольшая. Как будто заново научился играть. В общем, вся суть именно в погружении в это состояние на протяжении долгого времени. Но это зависит от гипнабельности. То есть, есть люди, которые погружаются за пять минут. Есть люди, которые там за три часа. Есть люди, которых вообще невозможно погрузить. То есть, если вы будете сидеть и думать, все это фигня, все это не работает. Я возьму, захочу, погну, возьму, захочу, буду двигать. То есть, нужно как бы принять эту игру, следовать ей, и тогда мозг каким-то чудесным образом все это делает. Я не знаю. Просто я не могу это обосновать как-то. Смотри. Сожми левый кулак максимально сильно и расправь его. Ага, одновременно почувствуй расслабление своей правой кисти. Закрой глаза. Закрой глаза и просто переведи ощущение в свою правую кисть. Представь, что она полностью, полностью расслаблена. Словно, словно тряпка. Это настоящая тряпка. Да, она трясется сама по себе. Полностью, полностью расслаблена. Когда щелкну пальцами, откроешь глаза. Но эта установка продолжает действовать. Раз, два, три. Так, Паша, сейчас будет, я думаю, самое интересное. Это ужасно. Мне кажется, довольно-таки неплохо, нет? Это очень интересный эксперимент. Я вообще не ожидал, как я и говорил, что это вообще, как это либо сработает на мне. Я уверен, что если бы это было вот просто, когда я только пришел, мне сказать, типа, представь, что твоя рука слабая, естественно, я бы не поверил в это. Но после такого долгого вхождения в это состояние гипноза, видимо, это действительно начинает работать. И твой мозг просто начинает верить в то, что тебе говорят. Игра на гитаре настолько стала для него подсознательно четкой. Он настолько четко это все умеет делать. Я думаю, если ночью разбудить, он это 100% сыграет. Вот, поэтому разучить полностью не получилось. Но, тем не менее, мне показалось, что этот эксперимент очень интересный получился. Не знаю, если у вас будет возможность, как бы, ощутить на себе этот гипноз, попробуйте обязательно. Это очень прикольно и в то же время страшно. А сможете это сделать, перейдя куда? По ссылке в описании, да. Там есть видео. Друзья, так что верьте, самое главное, в самого себя. Помните, что никто на вас не сможет повоздействовать, если вы сами этого не захотите. Мыслите позитивно, этот мир крутой. Не парьте себе мозг, и тогда все у вас будет хорошо. Меня пугает до сих пор, у меня руки такие полувялые. Короче, я ухожу. Если вдруг этот канал закроется, и Паша больше не сумеет играть, если что, я-то ни при чем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Очень много сил было убито. На это видео. Я его сам монтировал, зацените, как я все смонтировал. Особенно началку. В общем, надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал, поставь лайк, поставь колокольчик. Что-то очень мало процентов, когда на колокольчик нажали людей. Скоро вас ждет много нового крутого контента, музыка, клипы. В общем, просто твал башки. 21 год будет очень крутым. Все, до новых встреч. Пока.